Ребенок не роняет ни звука, он молчит второй день. Мальчик страшно испугался. Он стал первым и главным свидетелем обрушения потолка в доме. Когда я увидела своего ребенка, лежащего под обломками, вот в этой груди каши, это просто был ужас. Когда я увидела, что он на диване лежал, и все это рухнуло, и обломки гипсокартона, это нам еще повезло, что не рухнул основной потолок. Перекрытие, сами крыши, исчерпали свои несущие способности. Дом уже должен быть отселенный, поставлен на ремонт, но почему-то этого не произошло. Этот многоэтажный дом аварийный. О его ветхости жильцы кричали еще в 2015-м. В 2018-м пошли в суд и выиграли. Его решение обязывает городскую администрацию капитально отремонтировать здание, либо расселить людей до 1 ноября. Но вещи люди так и не собирают, а местным депутатам неизвестна даже стоимость ремонта. Бездействие идет администрации, фактически. Одни говорят, одно, что мы передали документы на проектно-сметную документацию, на оценку. Ну и фактически этот вакуум так и остался. Никто, понятно, ничего нам сказать, ответить не может. По его словам, дом стоял в очереди на капремонт в этом году. Но потом его перенесли на 2028-й. От аварийного жилья готова отказаться управляющая компания. Ее мощности здесь уже не хватает. Крыша-то, она на самом деле, как будто это старая, шиферная, в аварийном состоянии. Она вся там вот эту мелкую дырочку. То есть я говорю, у нас когда в марсе, да, Евгений Сергеевич, последний раз, когда крышу срывалась здесь, уже, то есть с кем мы подрядчиком работали, он не поехал. Мы вызвали службу спасения. Они приехали, и они уже сказали, мы уже даже отказываемся лезть на эту крышу. Правоохранители составили протокол по факту убрушения. Кстати, уже третьего на этаже. Ситуацию в аварийном доме вновь возьмет под контроль городская администрация. Насколько действенно в этот раз, пока непонятно. Анастасия Драган, Евгений Плохотин. Наши новости.